Только бочком здесь надо заходить. Не бойтесь, здесь все проверено. 73-летняя Вера Шаповалова ведет нас в свой двор. Она всю жизнь прожила в Цуповке. Здесь выросли ее дети и внуки. Теперь в доме нет ни окон, ни дверей. Российские оккупанты устроили во дворе так называемую комендатуру, где, скорее всего, пытали местных жителей. Со слов, конечно. Со слов саперов здесь было пыточное. Вот у нас колодец. Но мы боимся. Нужно, чтобы проверили. Мы без воды. Воды у нас нет. До того, как в их доме поселились россияне, семья Шаповаловых три месяца жила в погребе. В мае на свой страхерез пешком пошли в Харьков. Вернувшись месяц назад, увидели, что в доме перевернуто все вверх дном. Электричества и газа нет. А от машины остались только две двери. Вон машина. И вон машина. И капот. Вон на Волге. Закрытое заднее стекло. А остального нет. Я надеялась, не знаю. Такие пироги. Первыми в Цуповку ворвались войска так называемых ЛДНР. Они оккупировали селу 10 марта 2022 года. Территория была зоной активных боевых действий. Именно из Цуповки велась корректировка огня российской артиллерии по нашим позициям. Здесь расисты обустроили полностью укрепрайон. Вы видите, там есть рвы, окопы. Здесь они полностью окопались на этой территории. И отсюда они вели прицельный огонь по нашим войскам, которые стояли у поселка Прудянка. Войска их были также выше леса. Там на горе, откуда вели обстрел поселка Прудянка, Слатина, без руки. Местную гимназию, здание которой было построено ещё 250 лет назад, во время оккупации россияне превратили в свой штаб. Некогда здесь жили родственники украинского поэта и драматурга Григория Квитки-Основяненко. Это был дом Квитки. Здесь жили его двородные сёстры. Это было их панское имение, которое они построили более 250 лет назад. Но вот, к сожалению, это здание пережило и Первую мировую войну, и Гражданскую войну, и Вторую мировую. Но не устояло под нашествием современных расистов, потому что школу разрушили до основания, потому что здесь обустроили штаб, здесь сидел их отряд, потому что очень крепкий подвал, и они прятались там. Сама Виктория окончила эту школу в 1988 году. Стала учителем младших классов, а затем и директором школы в другом селе. Она не попала в оккупацию в Цуповке, но была одной из первых, кто вернулся домой после освобождения Харьковской области. Наверное, здесь моё место силы. Где бы мы ни жили, есть квартира у родителей. Но мы вернулись сюда с мужем, потому что мы не можем где-то в другом месте. Нам так болит, что мы можем жить только дома. Хотя и дом немного, ну как немного, разрушен наполовину, мы его строили 15 лет. Знаете, семейное гнездо, у нас двое детей, они накануне войны поженились. И мы думали, что это будет большой семейный дом. Мечта о том, чтобы в этой гимназии снова был слышен детский смех, сбудется нескоро. Село практически полностью заминировано. И возвращаться с семьям с детьми староста категорически не рекомендует. Я всех умоляю, чтобы сюда не везли детей, потому что село Цуповка вот со всей нашей общины одно из заминированных сёл. Здесь очень, скажем, такая зона опасная. И я всех прошу детей сюда не возить. Сапёры прошлись только по центральным улицам Цуповки. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям не хватает рук, чтобы разминировать линии электропередач. Поэтому сюда приехали волонтёры, которые помогают жителям деоккупированных сел по всей Харьковской области. Они привезли генераторы. Ручка, посередине. Давай, давай, давай. Давай, давай. Мы работаем во всей Харьковской области, но в городе мы меньше работаем, потому что там ситуация в городе уже хорошая, город нормально работает. Мы работаем много в районе Изюмском, в районе Купьянском, Шевченковском. Тоже работаем в Чуйхивском районе, Волчанском. Местные власти пообещали жителям, что газ, свет и вода появятся в Цуповке к началу отопительного сезона. Тем не менее, в опустошённое и заминированное село в 10 километрах от границы с Россией продолжают возвращаться люди, чтобы восстановить разрушенное оккупантами жильё. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.